Девушки отдыхают Дестани, 14-го года выпуска, пробег более 2600 часов Это орбита, планету перевернули, да И почему мы сегодня здесь, спросите вы Все просто, сегодня день рождения День рождения Дестани Пять лет Вот да, вот он момент ностальгии Скоро в Дестани 2 появится еще одна локация из первой части Луна, так что на Луну сегодня тоже заглянем Вообще знаете как говорят, стереть себе память и пройти этот шедевр еще раз Вот эта мысль прям в голове всплывает каждый раз Когда я запускаю первую Дестани Я тут как-то уже пересоздавал одного из персонажей Чтобы пройти все заново от и до Но сейчас я уже на такое не решусь конечно же Но если ты смотришь это видео И ты не прошел первую часть этой истории Покупай и проходи Джонни Лейни тебе завидует В городе есть жизнь, настоящая движуха И только посмотрите сколько новичков Эй двоечка, как тебе? О, ладно Эй Эрис, созвонимся А с этого места началось мое самое первое видео на канале Смотреть его я вам конечно не советую Галахорн Земля, Луна, Венера, Марс, Дредноут, Риф, Тауэр Сегодня мы залетим в несколько локаций И несколько активностей Два типа зрителя смотрят сейчас это видео Те кто знает что происходит Видит какую-то вещь и говорит Ха, она мне знакома, да, я знаю Они сейчас правда ничего не видят Из-за того что вытирают свои слезы И другой зритель, который видит это все впервые Как сказали бы некоторые мои знакомые Да че бы они понимали, они на кроты не ходили Ничего пацаны Разрабы делают все возможное Для того чтобы вы и на луне побывали И кроту повидали И из пушек пятилетних постреляли Кстати о них Надо же что-то выбрать Да, пожалуй это Начнем с сегодняшний поход слез и воспоминаний С моего любимого налета Страйка Devil Slayer Это первый страйк на земле Находящийся на территории старой России Тут очень крутая музыка И сама миссия круто выстроена И да, я играю сегодня за Титана Потому что именно Титана Я создал на старте первым Вернее Титаншу Потом я осознал ошибку Перешел на Охотника Короче не важно Я буду сегодня электрическим Титаном Страйкером Ультит он кстати тут немного иначе Все, это вся ульта О, этот ангар Когда-то тут было очень сложно выживать Мобы били капец как больно Приходилось прятаться от них А, да Понял тебя Вообще откуда и как я познакомился с Дестани Ну, разумеется Впервые услышал о ней на Е3 Когда показывали тот самый ранний билд с паблик ивентом На тот момент на PS4 не было нормальных онлайн проектов В которые мы бы могли играть на постоянной основе с друзьями Рубились в FIFA, в батлу четвертую И во всякое непонятное говно, которое находили в сторе Знаете, такие игры, которые появляются на старте новой консоли Но в которые стыдно было играть даже на предыдущей соньке Ну так вот Игра понравилась внешне Жанр тоже близок Я не люблю типичное фэнтези с эльфами, орками, мечами Так что большинство онлайн игр Которые почему-то были чаще именно в этом сеттинге Я пропускал И потом, в общем-то, после Е3 Я время от времени чекал инфу по Дестани Или натыкался на неё случайно, правильнее сказать Помню, как летел из отпуска И купил с собой в самолёт новый выпуск Empire И там была небольшая заметочка о том Что с музыкой к Дестани поможет сам Пол Маккартни Для тех, за кого мне стыдно Маккартни – экс-участник группы Битлз Фанатом которой я был много лет Да и остаюсь до сих пор Я был просто в восторге от новости Игра, которую я жду О которой мы с друзьями постоянно говорили Разрабатывается при участии любимейшего композитора Короче, я прилетел, сделал предзаказ И ждал приглашения на закрытый альфа-тест Я дождался и за несколько месяцев до релиза Высадился на космодром Эмблему за альфа-тест я, кстати, носил постоянно И до сих пор ношу Блин, почему мне не падают хэви-патроны? Я хочу наваливать по хайвам с пулемёта ОЛО В общем, альфа-тест, затем бета-тест и всё Я пропал Релиз игры был очень ожидаем в нашей тусовке Ночью игра стала доступной к скачиванию и запуску Но с утра было на работу Я встал, скачал, сделал селфи на фоне загрузочного экрана И свалил спать обратно Но со следующего вечера мы марафонили эту игру по-всякому по-разному Космодром, Луна, Марс, Венера Все планеты пролетели на одном дыхании Несмотря на то, что сюжетная кампания в оригинальной Дестине Это просто сборная солянка из почти никак не вяжущихся между собой миссий Я ничего не понял, но мне понравилось, как говорится Боже, какой тут живучий шагоход Сейчас мы их пачками на Титане фармим А тут страйк восьмого уровня И дерёмся с ним уже минут семь, наверное Чё происходит? Твои братья из соседней игры не были такими засранцами И вот он, Сепи Экспрайм Первый босс, которого затем начали реюзать в последнем году Дестине Сражение с ним под эту музыку само по себе мем сообщества Для большинства он оказался довольно сложным боссом на первых уровнях Да, дружище, стреляться с тобой из Айсбрейкера весело Но многие бы сменили его на... О да, детка Даже если вы никогда не играли в оригинальную Дестине Вы точно слышали про Галахорн Ракетница, сломавшая весь баланс в игре во всех смыслах Оверпауэр Экзот с лучшим уроном Самая редкая вещь в лутпуле Многие игроки, в принципе, регулярно играли в Дестине Даже после прохождения всех активностей Только из-за того, чтобы иметь шанс выбить этот экзот Благодаря Галику это было просто Давайте залетим еще в одно место Луна Да, мы скоро окажемся на ней вновь Так что давайте подкину вам раннего доступа к новому контенту, так сказать Я и забыл, как тут великолепно все отрисовано Нет, подождите Субтитры создавал DimaTorzok Эй, ребята из Банжи Вы там не охренели? Че так красиво? Да, пускай возвращают, я не против Я собираюсь и тут пройти один из ключевых страйков Но прежде чем мы его запустим Рассказ о Луне из Дестине Был бы неполным без этого Во-во, теперь можно и в страйк Summoning Pits Это еще один знаковый страйк, который точно помнят все игроки из первой части По сюжету мы отправляемся в катакомбы Луны, заполненные Ульем по поручению и Коррэй Мы должны найти некое ужасное создание, которое Ульей готовит к нападению Очень оригинально, да Я еще помню, как во время бета или вот альфа теста Доступ на Луну открывали для игроков на несколько часов Просто на локацию для исследования Без миссий, без налетов, без пабликов даже и так далее И даже тогда в этом виде Тут было где залипнуть Вот эта пещера, я помню, что гуляя по ней в раннем доступе Тут было довольно пустынно Вроде даже врагов особо не встречалось Но мы тогда с приятелями изучали тут каждый закоулок Ооо, а эта цепь точно кого-то держит большого Подумал я тогда В тот раз мы так и не узнали, кого Ворота были закрыты, но сегодня Тогда еще мы не знали, что нам предстоит встретиться с Эрис Что есть какой-то бог Крота Вообще долгое время в лор основная масса игроков Вникала очень неохотно, редко Во-первых, игра была не локализована на русский язык Что здорово усложняло многим жизнь Если помнить, что сюжетка была довольно урывистой Да еще и добавить иностранный язык Это вообще печаль Многие дропали игру на полпути именно из-за этого Во-вторых, лор подавался в специальных таких карточках Гримуар Открывались карточки за некие задания Триумфов в Destiny 2 Ну или за исследование новых локаций Получение новых предметов Но прочесть эти карты Даже зная английский было не очень легко Их даже в игре не было Да-да, вы разблокировали карту? А чтобы прочесть ее описание Нужно было идти на сайт Банжи И искать ее там в специальном разделе Жесть, да? Пока я заговорился, мы прошли уже полстрайка Почему я выбрал его сейчас? Ну, как я сказал, он один из любимых Это раз А во-вторых, мне кажется, он как раз передает всю эту холодную и мрачную серую атмосферу луны Скоро каждый игрок в Destiny 2 сможет также исследовать эти локации Вот, например, эта площадка уже не единожды была показана в трейлерах И на скриншотах Так что запоминайте, ищите отличия И вот он, Forgot Огромная тварюга Когда этот страйк выпадал в еженедельном налете Туши свет Было очень непросто С учетом того, что крит-зона у него небольшое сердце, да? Во-вторых, рыцари наверху здорово добавляли проблем Не уверен, но возможно, что и этот Огр вновь встретится нам в виде кошмаров Локация Черный Сад Да-да, именно тут закончилась история оригинальной сюжетки Destiny И именно здесь нам предстоит оказаться в новом рейде Сад спасения в дополнении Обитель Теней В руках у меня Векс Мифокласт Экзотическая винтовка, получить которую можно было только на рейде World of Glass Падал Векс чудовищно редко Многие игроки закрывали рейд в течение нескольких лет Нескольких лет И им не падал Векс за сотни закрытий Зато потом радости было полно Ну-ка, батенька! Ну-ка, батенька! Давай! Давай! Лексулю мне! Лексулю занеси! Лексу! Да ладно! Мама, тащи камеру! Эта пуха долгое время была очень имбовой в PvP Ну и знаете, в Destiny всегда есть одна пушка, которая слишком хороша Вот это вот Провекс Я, кстати, закрывал свой первый Trials for Cyrus с ним Было тяжеловато, его к тому моменту вроде занерфали Но привычка была сильнее Вот и финальная локация Сердце Сада Очевидно, мы вернемся именно сюда по какой-то причине Это место слишком важную роль сыграло в истории вселенной Destiny Так что... А, сейчас будет грандиозная битва с Минотаврами и Гейтлордами Я не знаю, замечали ли это те, кто играл в первую часть после второй Но оригинальная Destiny сильно сложнее То есть просто по выживаемости тут куда проблематичнее Тебя чуть ли не с двух ударов высекают тех, кто хоть чуточку крупнее обычного дрэга Сейчас даже на рейде не так тяжело, как в первой части в Найтфоле Вы зайдите, Найтфольчик, пробегите Много нового о своих навыках узнаете Мда, конечно, изменилось много Ко многому в Destiny мы уже так привыкли, что нам не хватает этого, когда мы заходим поностальгировать в первую часть Может и правда как-нибудь найду временно и перепройду ее? Было бы круто В PvP сегодня не пойдем Если очень сильно захочется, запишу отдельный ролик на тему оригинального гарнила Но это тоже произойдет не скоро, как-никак скоро новое дополнение А сейчас давайте Блиц Я поделюсь списком любимых вещей из Destiny 1 А вы в комментарии напишите свой по тем же пунктам Посмотрим сколько совпадений, посмотрим может о чем-то я забыл Если вы играли в первую часть, не стесняйтесь Первое Любимое оружие Винтовка 1000 ярдов Да, не с первого года, но все же Ни одна пушка не провела в моих руках столько времени, сколько эта снайперская винтовка Да даже по Destiny трекеру, если смотреть, больше всего киллов у меня именно со снайперских винтовок Грустно, что сейчас я играю с ними не так часто Надо бы учиться снова Любимая карта PvP, которую еще не перенесли в Destiny 2 На самом деле уже три моих любимых карты перенесено Баннерфолл, Бернинг Шрайн и Видоу Скорт Так что остается не так много вариантов Но я назову Асайлум на Венере А Сирис тут играть было одно удовольствие Любимый рейд Kingsfall Выбрать очень непросто Да, ведь есть в первой части все рейды самобытные Есть в Vault of Glass Хоть их было не так много, но они все запоминались Но все же, битва с Ориксом Самая разнообразная по насыщенности механик и тактик Целое приключение Любимый страйк Как я уже сказал, Devil Slayer Это тот страйк, который я слышу в голове, когда произносят его название Знаете, я услышу картинки Любимая история и приключение, которое было у вас в Destiny Любой Trials of Osiris, наверное, на выходных до 5 утра Любой рейд в день запуска Хотя, наверное, Kingsfall был самым крутым Day One Больше 30 часов мы просидели Было очень тяжело потом отсыпаться Но Osiris это регулярное впечатление Были психи, нервы, были перлы какие-то, ну чистый фан Все было в этом режиме Хотя это был мой первый состязательный режим И может я романтизирую, не? На этом моя 10 минутка ностальгии подошла к концу Спасибо, что разделили ее со мной Интересно, есть ли среди зрителей те, кто с каналом с самого начала? Пишите в комментариях, чего вам не хватает из Destiny 1 в Destiny 2 Пишите свой Блиц и не забудьте поставить лайк Подписаться на канал За Векс, за Орикса, за Голохорн Счастливо!